Заведующий может себе такое позволить до сих пор, там, дупые, там, дупые, ну это нормально у нас. Она говорила, что всех уволят, что все, кто ходили к заведующему в этот день, всех, кто заходил в кабинет и жаловался на Ольгу Владимировну, Надежда Валерьевна кричала, сказала, что она больше там работать не будет, что это решено, что вопрос двух недель, и что их там не будет больше никого. И что они в Сургуте на работу больше нигде не устроятся. Приходили домой поспать и снова приходили на работу. Пойдешь, помоешься и пойдешь. Достаточно жесткий руководитель, бескомпромиссный. Мы все очень сильно боялись ее. Все со страхом ходили на работу, писали объяснительное, могли там решить баллы. Ну она могла повышать голос на пленюках, конечно, да. Ну это было часто. Там всегда обстановка напряженная достаточно. Ольга Владимировна никак не идет на уступки. Психологическое давление моральное такое очень угрожало доктору. Будет плохо. Все ведь были недовольны. Конечно, были несогласны. Работа физически очень тяжелая. Вертушка. Все были чем-то недовольны. И ребенка пятилетнего было не с кем оставлять. Ольга Владимировна предложила ей оставлять в своем кабинете ребенка. Ну ночью. Чтобы ребенок там ночевал. Подошла Эйжан в слезах. И вот Эйжан плакала, говорила, что ей не с кем оставлять дочку. Такая ситуация напряженная. И за работу у нее в семье дома тоже сложилась. Угрожает уголовной ответственностью. Подавлено. Расстроено. Была в очень подавленном состоянии. Чтобы они за меня отработали, я отдавала им наличные деньги. Сказывалась на зарплате. Проработала за двоих. Получила на 10 тысяч больше. Пытались несколько лет назад писать эту жалобу. Но ничего это не изменило все равно. Да, изначально поддержали. Да, мы тебя поддержим. Давай, друзья в руководстве. Начали искать виноватого. Починщика того, кто подал эту жалобу. Я думаю, что коллектив, скорее всего, и, скорее всего, не струсили. Пожалуй, наверное, не выдержала. Ну да все.